От Севастополя до Приморья. Такова география первенства вооруженных сил среди суворовских, кадетских и филиалов Нахимовского военно-морского училища, которое будет проходить в Твери. На торжественной церемонии открытия побывала наша съемочная группа. Капитан сборной Владивостокского кадетского училища говорит, что его команда уже адаптировалась к жизни по московскому времени и готова к борьбе за победу, при том, что дорога была не из легких. Летели с начала 9 часов до Москвы, прилетели очень в плохую погоду. И с 4 часов ждали до полдесятого вечера поезд. И только вчера добрались в 2 часа ночи сюда. Не менее серьезно настроена и команда хозяев. Воспитанники Тверского суворовского училища намерены дать бой соперникам и сражаться за самые высокие места. Игорь Тыткин перед началом турнира, помимо общей установки, получил еще и персональную задачу от тренера. Играть как бы вплотную, аккуратнее и в защите тоже играть как-то попроще. Сказали забить 12 шайб, но я не знаю, сделали ли это, нет. А так, конечно, победить первое место. Всего в чемпионате примут участие 17 команд, которые съехались в прямом смысле слова со всей России. От Карелии до Крыма, от Краснодара до Уссурийской тайги. Всего на лед выйдут 289 суворовцев и нахимовцев. В первую очередь я хотел бы, чтобы вы здесь посоревновались, познакомились друг с другом, узнали друг друга. И потом ваша дружба, ребята, сохранилась на долгие-долгие-долгие годах. Приветствие организаторам, участникам и зрителям соревнований направил губернатор Тверской области Игорь Руденя. Соревнования похуже от дальнейшей популяризации хоккея и здорового образа жизни внесут важный актилат воспитания будущих защитников нашего отечества. Желаем организаторам, участникам и гостям состязаний здоровья, успехов губернатор Тверской области Игорь Михайлович Руденя. 9 марта состоялась только торжественная церемония открытия. Сами хоккейные баталии будут идти с 10 по 13 марта в фоке «Орбита» и на ледовой арене Тверского суворовского военного училища.